МИНОТАВР Из-за его механики, где постоянно надо поддерживать уровень ярости. Но разработчики попробовали решить эту проблему. В рандоме на тестовом стало лагать еще ужаснее. Настолько, что я не могу показать геймплей против живых противников. Поэтому привыкаем к компьютерным оппонентам. Благо, они играют лучше некоторых живых игроков и никогда не встают в АФК. Давайте к навыкам. Пассивка. Неизменно. Она описывает механизм ярости. Набрали ярость, перешли в яростный режим. Первый навык. По-прежнему действует по площади. Но теперь это небольшой скачок, позволяющий пересекать узкие препятствия и быстрее перемещаться. Прыжок наносит урон по площади и замедляет противника. В ярости навык по большей области наносит больше урона, прибавляя 1,5% от максимального хп противника к вашей силе. Второй навык. Как и ранее, исцеляет вас и союзников. Но, кажется, увеличили размер исцеления. В ярости еще навешивается аура, которая исцеляет вас от автоатак противника. И главное изменение. Ульта. Теперь в спокойном режиме зажимаем ульту и получаем практически половину ярости с нуля. Или, если нам не хватает немного, то это позволяет войти в режим ярости. У этого навыка и ульты в режиме ярости независимое КД. Но вам придется примерно прикидывать, перезарядилась ульта или нет. А может нам повесят какой-нибудь значок готовности. А вот изменение ульты в фазе ярости не всем придется по душе. Первый удар о землю замедляет противника. Второй подбрасывает. А третий подбрасывает и наносит 70% урона чистым. Все три удара наносят урон. Пока что область подбрасывания еще и глючит. Думаю, это исправит к выходу реворка. Что можно сказать об изменениях? Минотавру дали необходимую подвижность и возможность сократить дистанцию. Также избавили от необходимости дежурить в лесу, набивая ярость. Что улучшит геймплей за него. На этом все. Делитесь видео, подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока! Попробуйтесь... ...попробуйся... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok